Не секрет, что дагестанская борьба — это сила и мощь, и давно уже это показали в UFC. Виттори, друзья, едет в Дагестан. Марвин Виттори, будущий чемпион UFC, сразится с Робертом Виттекером и побьет его. Скажу вам кое-что. Я никогда не встречал молодого человека, который был бы более мотивирован, вдохновлен и работал бы усерднее, чем Марвин Виттори. Всем привет, вы смотрите новости ММА. Он официально проведет подготовку к бою с Виттекером в Дагестане. Об этом сообщил его менеджер Али Абдальазиз. Я думаю, что Виттори сейчас находится в таком ментальном состоянии, когда его невозможно победить. И еще он собирается немного потренироваться в Дагестане, чтобы подготовиться к поединку. Будем следить за Виттори, насколько он прибавит в борцовской технике после тренировок в Дагестане, а мы идем дальше. Далее у нас мощная реакция Хабиба Нурмагомедова на победу Магомеда Анкалаева. Как никто другой заслужил бой за пояс, заявил Орел. Полностью с ним согласен. Но есть еще один вариант, что за претендентство организует бой Ракич Анкалаева или Смит Анкалаева. Есть такое мнение, популярное мнение, что еще один бой с топовым бойцом пойдет Анкалаеву только на пользу. Сами посудите, друзья. Тогда он еще прибавит медийности и станет коммерчески интереснее для продаж пейпервью. Для самого Анкалаева это будет в любом случае хорошо. Еще одно мнение. Здесь Александр Шлеменко оценивает победу Магомеда над Тиаго Сантосом. Вот его слова. Молодец. Что сказать? Можно только поздравить. Заслуженно победил. Магомед работал очень хорошо. Бой провел расчетливо. Если говорить про давление, то его не было видно. Несмотря на то, что бой был в Лас-Вегасе. Поддержите, пожалуйста, ролик. Кому не в тягость. Просто поставьте лайк и напишите любой, друзья, комментарий для большего охвата этого ролика. Движемся дальше. Менеджер Нгану заявил, что Фрэнсис будет обсуждать контракт с Даной Уайтом. Все обиды постараются оставить в прошлом. Маркель Мартин говорит. Я ценю и поддерживаю приглашение Фрэнсиса на ужин с UFC. Я верю, что Фрэнсису и Данне Уайту нужно найти общий язык, чтобы все уладить. Теперь мы с нетерпением ждем профессиональной встречи с UFC, чтобы очертить следующую главу в карьере Фрэнсиса. Друзья, дело в том, что Нгану неоднократно заявлял, что больше не планирует драться в UFC, если ему не предложат улучшенные условия. Пока что чемпион восстанавливается от травмы, но менеджер Нгану говорит, что открыт он к беседе с Уайтом. Джейк Пол заявил, что в юном возрасте он занимался борьбой. Разместил фото в борцовской экипировке. «Я боксировал по фану. Кого заставить сдаться?» – пишет Пол. Ему на этот пост ответил боец Беллатора Дилан Деннис. «Если ты заставишь меня постучать, я дам всем, кто лайкнет это, по 10 тысяч». Очень дорого получается. Или с математикой не очень, или просто разговоры, или просто 10 тысяч чего. Кто забыл, то Деннис последний раз дрался 14 июня 2019 года на Беллатор 222 против Макса Хамфри. Деннис выиграл тогда сабмишиным в первом раунде. И здесь у нас еще новость про Хабиба, который рассказал о своей лиге. Теперь предлагаю послушать важные, очень интересные слова Хабиба, которыми он проясняет ситуацию и отвечает на главный вопрос. Считать ли он конкурентами Беллатора UFC? Вот что Хабиб заявил на пресс-конференции. Не знаю, почему все средства массовой информации пытаются заставить меня сражаться со Скоттом Кокером или Даной Уайтом. Я давно знаю Скотта Кокера. Он из Сан-Хосе. Я сам почти из Сан-Хосе. Тренируюсь там 10 лет. Иногда мы ходим ужинать или завтракать с ним и тренером Хавьером. А Дана вообще стал мне как дядя. Я давно знаю их. У меня прекрасные отношения с ними. Конечно, мы здесь, чтобы дать большие возможности многим бойцам. Неважно, молодым или легендам. Но я здесь не для того, чтобы драться с UFC, Беллатор или чем-то подобным. У меня прекрасные отношения со Скоттом и Даной. Я просто хочу дать возможность бойцам. Другими словами, дорогие зрители, Хабиб говорит о своей лиге. Я здесь не для того, чтобы драться с UFC и Беллатором. Теперь немного о чемпионской истории. Это надо знать каждому, кто так или иначе следит за ММА. Хабиб провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой провел осенью 2020-го, победив Джастина Гейджи. Сразу после боя объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. Абдулман Апнур Магомедов, отец и тренер Хабиба, скончался летом 2020-го. После завершения карьеры Хабиб основал промоушен Eagle FC, EFC, которая провела свое первое мероприятие в Америке 28 января 2022-го года. На данный момент Лига Хабиба провела 42 турнира. Спасибо, что смотрите. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Там выпускаю большие озвучки, которых нет здесь, в YouTube. Озвучил интервью Махачева, Комара Усмана, Биспинга, Брюса Баффера, Бернса и многих других. Заходите, смотрите и подписывайтесь. Ссылку на телеграм я оставлю в описании под этим роликом. До новых видео, друзья. Всем пока.